И снова баня. Друзья, погода совершенно нелётная, и я хотел сегодня уже начать новый проект на нашей стройке основной. Нам необходимо сделать нормальный перил на лестнице, и я уже занялся этим вопросом, но погода совершенно нелётная. Посмотрите пара кадров, что творится на улице. Ну я по-честному делаю всё, что могу, и я хочу доехать до стройки. Похоже, всё печально. Смотрите, что впереди. Вот перемёт, не знаю, может я его, конечно, пробью сейчас. Давайте попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй, не стаскивай меня, пожалуйста. Всё, друзья, я сел. Хорошо у меня есть с собой лопата. Вот для чего мне это, а? Зачем мне это? Так, ладно, копану немножко впереди, и смогу... Там вон тот барханчик пробить, вообще фигня. Посмотрим сейчас, не знаю, может и не поеду никуда. Поэтому я решил сделать то, что обещал вам очень давно, с самого начала нашей стройки в бане. Рассказать вам о том, сколько ушло денег, и к чему в конечном итоге мы пришли на нашей стройке. Поэтому давайте сегодня небольшой видос, но посвятим именно этой проблеме, этому вопросу. Хорошо? Поехали! Думаю, очень правильно и логично будет начать с самых истоков, но быстренько пробежаться по всем 10 сериям, которые были сняты по этой теме. Итак, началось все с того, что у нас была баня, которой уже было около 20 лет. Она уже пришла в полную негодность. Евровагонка на стенах была уже старая. Все это дело сифонило, она рассохлась, сучки текли. В общем, проблем было много, и я сейчас за кадром буду вам показывать картинки всего того, что у нас и происходило с этой баней. Сгнили крепежка, держатели, полков. Сама яма источала очень много холода, точнее, сливная канава. Это потому, что она была сделана прямо на черноземе, как я уже потом понял. Много, очень-очень-очень много проблем, с которыми мы сталкивались, когда ее эксплуатировали. И самая основная проблема была, друзья, вот открывают дверь в мойке, а ты сидишь в парной, и тебе в спину бил холодный воздух. Откуда это было, мы не могли понять. На самом деле, все просто. Баня была по периметру не заизолирована, и она фонила с очень многих мест. Поэтому было принято решение ее демонтировать. Многие мне советовали вообще просто снести все сооружение и построить сначала, потому что, когда было видно сами голые стены из шлакоблока, как они выглядели, это было очень страшно. После того, как я уже баню разобрал, слышите, это буран на улице. Надо уже двигатели, я останусь в деревне сегодня ночевать. Так вот, мне говорили их просто возьми и демонтируй. Но я принял решение восстановить баню в том виде, в котором она была, с небольшим изобретением, моей доводкой. То есть просто я взял и создал такой некий термос с условием системы вентиляции, которая, в принципе, хорошо работала. И это дало свои результаты. Идем дальше. Что я сделал следующее? Мы сняли весь чернозем с пола, вытащили грунт, вытащили всю бетонную подстилку, которая была здесь собрана. Это все вывезли и выбросили. Короче, увезли ко мне на стройку. Это будет у меня как обратной засыпкой, уже в гараж пойдет. Завезли сюда 30 сантиметров песка слой. Ну, где-то 25-30 он где-то был, да. Слой простого песка. И все это дело очень хорошо пролили, протрамбовали. И получилось хорошее дренажное основание. После чего был уложен инструдированный пеновый листерол 5 сантиметров. Залито все 10 сантиметровым слоем бетона, но с уложенной арматурой ячейкой 200. Знаете, первоначально у меня было желание вам рассказывать по ходу, там сколько у меня ППС вышел, сколько я потратил на имитацию бруса. Но правильнее всего будет, наверное, взять в конце, вам смету пустить просто бегущей строкой. И вы прочитаете уже с итоговой суммой, сколько вышло по-честному эта баня. Да, кстати, была приобретена имитация бруса. И в чем большой плюс? Мне она досталась по хорошей цене, с большой скидкой. Это очень приятно. И спасибо компании, которая мне в этом помогла. После заливки я построил вот эту замечательную стену. Сюда мы использовали кирпич для отделки цоколя. Это отличная штука. И большой ее плюс в том, что она сделана из бетона и вбирает в себя температуру очень хорошо, теплую. И потом ее очень долго отдает. Вот сегодня второй день после топки бани. И сейчас я нахожусь здесь, и мне здесь просто комфортно. Если сейчас затопить печку, то этот кирпич доберет тепла и будет просто все прекрасно. Что еще было сделано? Каркасные стены под имитацией бруса возведены. Между ними уложен утеплитель. Утеплитель также уложен под сами каркасные стойки. То есть все хорошо пробито утеплителем. И по факту эта баня сейчас является таким реально закрытым контуром. После чего прострелена была фольга. Это все дело я заклеил специальным алюминиевым скотчем, который очень хорошо закрывает все скобы от проникания влаги и паров. И по сути, ну как я уже и говорю, да, это был создан искусственный термос в этой баньке. То есть по сути теперь поддавая, я уверен точно, что пар он просто никуда не уйдет, кроме вот этих вентиляционных коробов, которые были сделаны. Но мы ими так пока не пользуемся, потому что еще не было теплой погоды для того, чтобы они работали открыто. Если сейчас я его открою, оттуда будет просто хорошо так сифонить холодом. Необходимости в этом нет. Что дальше? Дальше имитация бруса. Все видосы вы можете смотреть вот по этой ссылке. У вас сейчас вот тут вверху горит такой специальный знак. И там прописаны вообще все видео, которые были сняты по этой бане. И вы можете ее от и до посмотреть прям досконально, прям вот от начала и до конца. Видос, который я снимаю последний, он уже подытоживает всю нашу работу. Мойка, парная, эксплуатация. Потому что в этой бане мы уже помылись, наверное, раз 15. И кто писал про то, что трансформером никто не будет пользоваться, я хочу сказать, вы видите, да, в каком состоянии он сейчас остался. Это вот как вчера мы помылись, в таком состоянии он и находится. Что самое прикольное, вот эта стена прогревается хорошо температурой. Она становится такая классная. И когда ты лежишь на вот этом трансформере, ноги упираются в бетон. Ну, то есть можно прям поставить. И ты прогреваешь ступни, то есть ты не мерзнешь. Ну, конечно, если было бы холодно, то там было бы некомфортно. Мамины уже находки она здесь сделала для шапочек различные у нее. Эфирные масла. Про конвекцию я говорил. Ну, помните, говорили, убери этот порог, он тут вообще не нужен. Вот как это все дело работает. Правильно, теперь порог вместе. Он сравнялся с полом и без него никак. Ну, а мы идем с вами дальше. И после этого мы простреляли все стены и начали делать потолок. У меня было очень много различных желаний, как сделать потолок интересно. Я хотел сделать его двухуровневый, со светодиодной подсветкой. Мама пожелала, чтобы заказчик, заказчик пожелал, чтобы это был уже прямой потолок, без всяких заморочек. И так денег ушло очень много. И меня пожалели в плане вот таких всех изобретений. И мама сказала просто, давай сделаем прямой потолок. Но я, в свою очередь, себе в голове оставил память о том, что в нашей баньке, которую мы с вами будем скоро уже строить, ну, новый проект, тадам, в подвале у меня будет сауна. Это будет интересно. И все, что здесь я не допридумывал и не доустанавливал, все это мы с вами воплотим. И ваши советы, которые вы будете мне подкидывать, мысли, мы, конечно же, будем реализовывать уже в моей сауне. Ту, которую я буду строить прям по своим хотелкам. С подсветочками, со всякими там фишечками, со всякими соляными блоками. То есть охота прям заморочиться и сделать крутую такую сауну. И вы мне в этом очень сильно помогли и поможете в дальнейших комментариях. Поэтому спасибо вам. Не переключайтесь, смотрите. А если вдруг вы не подписаны, то все-таки советую прямо сейчас кликнуть на кнопочку подписаться и поделиться со своими друзьями. Потому что то, что сегодняшний видос снимается, он уже, в принципе, полезный. Здесь есть и финансовая сторона, здесь есть и фишки, которые использую, и те, которые я планирую использовать в дальнейшем в своем строительстве. Полезное видео будет для тех, кто планирует строить сауну или мечтает о ней, о бане, сауне, хамаме и так далее. Вот, потому что цена-то примерно одна и та же. Я все отрываюсь от главной темы. Да, мы сделали потолок, мы сделали освещение. Про освещение тоже есть видосик, помните, да? Там про кабель РКГМ, обязательно его используйте. Всем советую, это очень нужная вещь, силиконовый кабель с оплеткой. Установили двери, входную дверь и двери в парную. Ну, кстати, мой совет вам, друзья, эту дверь вы видите, да, которая сейчас у нас на входе. Я хочу сказать, что мне она дико не понравилась, потому что, во-первых, она дала конус, то есть она провисает. Не понимаю, это косяк сборщиков или что, но в своем строительстве я буду использовать стеклянные двери и на вход, и на парную. Теплопотери небольшие, а полезности в стеклянных дверях намного больше. Стоят они одинаково, что эта дверь что-то... Но та мне очень не понравилась. Она все равно рассыхается. Хоть она сделана по особой технологии, чтобы она не увеличивалась, там не уменьшалась, но она все равно увеличивается. И приходится ее подтачивать. Конечно, правильнее было бы, наверное, ее сдать в свое время вовремя. Но мы этого не сделали и вот поплатились теперь. Дверь не очень хорошая, мне не понравилось. Что бы я в этой бане сделал не так, как сегодня? Есть определенные моменты, минималочки такие. Это я бы сделал, как вы мне и советовали, вот эти пазы, видите, да, внизу? Я бы сделал их именно вот такие, высокие, сантиметра 3-4, потому что парной, их не видно. Я там делал всего лишь около 5 миллиметров, у этого мало, мне кажется, мало. Лучше всего сделать прям 3-4 сантиметра. А кто-то даже советовал так, чтобы можно было шваброй дойти до дальней стенки, протянуть там и протереть. И это может быть даже правильно, поэтому это учтите и советую все-таки поднимать, да, побольше. Я пока не заметил от этого минусов, но мне так кажется, что да. Второй находкой это вот такие полки. Изначально вот сейчас в картинке вы видите, как у нас были полки построены в той бане, которая была сделана самая первая. И потом, когда мы сидели, анализировали, что мы будем делать, мама говорит, «Слушай, а зачем нам делать высокие полки с этими приступками? Давай просто сделаем лавку». Я говорю, слушай, ну а правда, это же удобно, конечно, давай сделаем лавку. И она вышла меньше по материалам, она вышла очень такая эргономичная, удобная. Все равно обычно чаще всего, когда ты моешься, ты ставишь тазик и моешься сидя. Ну так удобно, да, редко до моешься стоя. Но если даже моешься стоя, то есть варианты подложить что-то, подставить даже вот тот самый другой тазик и на него, ну если уж надо это. Но у меня таких проблем не возникало и лавка мне очень устраивает. У нас получилось, что в пяти минутки, да, примерно мы уже с вами и все рассказали на самом деле. Все остальные видосы, опять же, говорю, что вы можете увидеть по ссылкам. Так, ну а я коротенько вам сейчас расскажу, какие вообще материалы были использованы. Для обшивки стен дерева мы использовали имитацию бруса 135 на 20. Это кедровая бессучковая имитация. Был приобретен песок канализационный. В самом начале мы ставили трубы, на них было потрачено 4000 рублей. Были куплены две двери. В общей сложности это было 13000. На топку для печки было потрачено около 3000 рублей. Труба плюс составляющие к трубе, это около 6. Сетка к печке и гвозди 500 рублей. Утеплитель, потолка и стен, они вышли недешево, это 8000 рублей. Деревянная часть на полке и брусок обошлась в 4600. Фольга, керамогранит на пол и плинтуса вышла в 6000 рублей. Одна из недешевых составляющих нашей сметы, это были кирпичи. 5000 рублей, да, вышло 203 кирпича. Можете разделить и понять цену за один кирпич. И плюс было докуплено, потом еще 70 штук и плюс 38. И было потрачено на это 8 с чем-то. Скотч к фольге, клейгерку лес по кафелю на пол, саморезы, антисептик, скобы. Опоры бруса были куплены на потолок. Ручки к дверям, потом тропическая лейка, классная такая. Она стоит 1000 рублей, но она стоит того. Я сначала прикинул, что она точно такая же, как у меня на стройке, но нет, она оказалась пошире и побольше, помассивнее. Хорошая леечка такая. Так, монтажной пены было приобретено нормально, потому что мы очень много чего запенивали. У нас оказалось, что в этих стенах были прям нормальные трещины из-за плохого фундамента. И это было прям три вертикальных трещины сквозных в этой стене. Надо было их запенить. И установить двери тоже понадобилась пена монтажная. Так, потом была сантехническая арматура различная. Это всякие краны, тройники, уголки. Так, антисептик, клей, петли, абажур угловой, 732 рубля, две штуки. Квадратный прут. Ну, это недорого там. Я брал его для того, чтобы первоначально класть кирпичи прям по пруту, но, как оказалось, компания, которая продает металлический прут, продала кривой. И с ним было очень неудобно работать, и я в конечном итоге его убрал. То есть работал без него. Дальше. Лакколер был куплен на 1000 рублей, но мы почему-то его не стали использовать. То есть это не запечатывающий фактуру материал, но, скорее всего, мы что-то им еще обработаем. Может быть, полки снутри, не знаю, еще это все в процессе. То есть сейчас решим, может быть, это сделаем. Был куплен герметик для стыковки вот таких пазиков, которые к кирпичу примыкания. Вот это все мы этим герметиком прошли. Саморезы по дереву. И также, мы, знаете, еще заказали в компании, потому что у меня нет фуговального станка. Фиговального, фуговального. Короче, нет у меня станка, который убирает пазы. У нас осталась имитация бруса, вот такая. А нам нужно было сделать полки. И, кстати, кто-то из подписчиков, может быть, не понял тему и говорит, плохо делать полки из пазов. Это все будет расширяться. Вот как раз мы так и сделали. Мы заказали в компании в одной, чтобы нам взяли эту имитацию и переделали ее в заваленный вот такой брусок. То есть, и вот получилось вот так хорошо, без пазиков. Это та же самая имитация, только с нее сняты пазы. Вот и все. И получилось это вот так неплохо. Также на пол было использовано. Кстати, вот эта сосна, которая под кедром, она вся обработана. И советую ее обрабатывать обязательно. На вскидку могу сказать, что общая стоимость этой переделки нам вышла в районе 90 тысяч. Да, где-то так. Плюс-минус. Ну, общую итоговую сумму вы сейчас увидите вот здесь на экране, потому что я все пересчитаю и вам напишу. Так, друзья, мне было очень приятно с вами поделиться этой информацией. Если она вам пригодилась, то, пожалуйста, поделитесь ей с друзьями и поставьте колокольчик. И нажмите, в конце концов, уже на кнопочку подписаться на канал, если вдруг вам понравилась моя манера донесения информации и, в принципе, информация, которую я вам сегодня доносил. А я очень рад был вас сегодня видеть. До скорых встреч. Увидимся с вами в нашем следующем проекте. Это обалденные перила в стиле лофт. Так и назовем, наверное, видос. Своими руками. За 3 тысячи рублей, что очень важно. Такую цену, как бы, ну, редко где найдешь. Сейчас папа зашел, говорит, Денис, поднимай цепурга, и есть вариант у тебя остаться в поселке, либо вали уже в город. И я выбрал вариант номер два. Так, ребят, ну, для понимания вам, что происходит у нас в Алтайском крае. Ох, как тормоза работают отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все нормально, пацаны. Вот это. Так, тут все хорошо. Блин, взять бы какой-нибудь маячок, сейчас впереди какую-нибудь тачку бы пустить. и за ней просто бы чалиться. Мы так и сделаем. Без маяка сейчас ехать опасно просто. Ох, а вот он и маячок идет. Что-то он даже фаеры не горят у него. Нормально. Фига, он топит. Так, надо аварийечку воткнуть. Здорово. И все. Пока хорошо. Сейчас наверху будет самая печалька. Че это машинки стоят? Такой кучей. Блин, он не хочет на гору ехать. Мгла. Просто мгла. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это надув. Видимость очень хорошая. Вот километр. И я вижу вон там машину. Поэтому все в порядке. Единственное, дорогу переметает. А в целом все в порядке. Что я вам хотел еще сказать. Если вы хотели бы помочь как-то каналу, мне просто подарков не надо. Я понимаю, что в этом мире чудес не бывает. Подарков не прошу. Но есть одно классное предложение. Ребят, я занимаюсь медом. И у меня на складе еще лежит баночек, наверное, 70-80. Баночек меда. Вот такого. По 1,6 килограмма весом. Моего, который я качаю со своей пасеки. Вот. И цена 400 рублей за баночку. Я думаю, что вам будет вкусно, а мне будет полезно. Поэтому если у вас вдруг возникло желание покушать алтайского настоящего хорошего меда, я буду очень рад вам его отправить. Ну вот такая интегрированная реклама. Ну все. Я с вами прощаюсь. До скорых-скорых-скорых встреч. Всем всего самого хорошего и скорейшего начала строительного сезона. Все. Обнимаю вас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok